Всем привет! Это история от Анонима. Сейчас я ее зачитаю, буду останавливаться, давать свои комментарии. И автор письма также ждет ваших комментариев под видео. Давайте приступим. Добрый день, Галина! Моя история приключилась со мной этим летом 23-го года. Девушка я уже не юного возраста, мне 44 года. У меня есть ребенок школьного возраста. Приехала я на отдых в Турцию второй раз в своей жизни. Познакомилась с турком, который превосходно говорил на русском языке, так как его мама с его слов русская и к тому же учитель. Его семья, мама, папа, брат, жену и детьми проживают все в Стамбуле. Работал он на рынке, у него пару своих магазинов еще есть и партнер по бизнесу. Так, если сейчас здесь кто-то удивится, что у него есть магазин и он работает на рынке, я вам хочу пояснить, что смотря какой рынок, конечно, если мы берем, ну, общий срез такой крупных городов, то да, на рынке кто зарабатывает, рынки здесь в Турции не каждодневные, они бывают, например, два раза в неделю, они передвижены, в общем-то, отдельная история. Но люди, которые работают на рынке, они очень хорошо могут зарабатывать. Ну, не суперэкстра, конечно, это не айтишники, да, но они могут хорошие деньги получать и там в месяц, условно, если он хорошо активно работает, много продает. Очень хорошие зарплаты в районе 40-50 тысяч лир чистыми уже по итогу можно получить. У него было пару квартир в том же регионе, которые он сдавал еще и в аренду. За квартиру, в которой мы встречались, он выплачивал кредит. Конечно же, я слышала историю о аниматорах, работниках отеля с отдыхающими, но мой-то не из отеля, подумала я. Встречались мы после его работы в ресторанах, много разговаривали, секс, все было. Он написывал мне целыми днями. Я ни на что не рассчитывала еще из-за того, что он младше меня на целых 8 лет. То есть вам 44, а ему получается 36 лет. Ну, не такая уж разница огромная, знаете. Хотя, глядя на нас, можно сказать, что мы одногодки. Но он мне очень нравился. Детей у него нет, жены тоже никогда не было. Опять же, с его слов. И когда я вернулась домой, он продолжал мне писать, звонить. Мы много общались, и через пару дней после отъезда признался мне в любви, предложил построить совместную жизнь. После сезона он намеревался забрать свою долю из магазинов и открыть автомобильный бизнес в Грузии. Там у него есть друзья, к которым он ездит в гости. Меня с ребенком был готов забрать к себе, открыть мне салон в сфере красоты по моей специальности и платить за учебу моего ребенка. Детаре предлагал обговорить после окончания сезона. Конечно же, чем больше мы общались, тем больше я влюблялась в него. Даже когда у меня возникли вопросы или какие-то сомнения, он как-то мог все объяснить. Все казалось логичным, без подвоха. Мы скучали, тосковали друг по другу, каждый день созванивались по видеосвязи. И вот я уже лечу через полтора месяца к нему. Но не к нему домой, а в отель, так как летала я с ребенком. Оплачивала сама. Он сказал, что из-за кредита оплатить мою гостиницу пока не может. Но скоро за пару месяцев он выплатит кредит и в следующий раз сам все оплатит. Так, вот здесь я бы уже насторожилась не потому, что мужик должен и все прочее. Просто если мы берем менталитет, когда вы еще на стадии... Вот понимаете, вы с ней не замужем. И 10 путов соли не съели, чтобы знать про кредиты, какую-то экономическую ситуацию, понимаете? И вот на стадии вот этого улучшения себя, влюбленности, какой-то притирки, вообще притягивания к себе, турок, ну мало когда, если у него нет цели, какие-то денежки с вас получить или что-то такое, да? То есть он не будет рассказывать о своих финансовых трудностях, дабы женщину не отпугнуть. Потому что турчанка отпугнется. Потому что она сразу говорит, ой, дружок, если у тебя сейчас нет денег, да как ты со мной свадьбу гулять будешь? Как ты мне будешь условно дарить подарки? Как ты будешь дарить оброк родителям моим за меня и тому подобное? То есть у тебя сейчас денег нет, а свадьба тут же в космос улетает. С турчанкой эта история не про канад. Но наши женщины очень любят понимать, прислушиваться, кивать, и типа у нас это нормально. Это наше воспитание, к сожалению. Терпеть, закрывать глаза и жертвовать, это вообще норм. Потому что мы и похуже ситуацию видели, правильно? Так что продолжаем. Все было хорошо, подарки, внимание. После отъезда все было тоже хорошо. И через месяц у него случилась депрессия. Он на неделю выпал из общения. Я предлагала поговорить. А он сказал, что все хорошо. Он устал от работы, просто хочет быстрее переехать со мной в Грузию. Я сказала, что никогда в Грузии не была. Он сказал, приедешь на месяц, поживешь, все решишь. Договорились, что он в конце сезона приедет ко мне на недельку. Я живу в европейской стране. Ему нужен шенген. Но у него в Польше есть друзья, которые ему тогда могли помочь с визой. Депрессия у него прекратилась. Мы продолжили общаться. Но он уже не писал так много. И часто обосновывая это тем, что много думает, ведет переговоры различные о новом бизнесе. Это занимает много времени и сил. Бывает раздражен и не хочет на мне срываться. Приближался его день рождения. И он сказал, бери путевку в отель, приезжай одна, отпразднуем. А почему в отель? Я спросила. Чтобы днем, пока он работает, я не скучала, видите ли. Я сказала, что сейчас не могу по финансам себе это позволить. А он сказал, ну тогда ничего, потерпим, скоро я приеду к тебе. Писать он стал все еще реже, звонил очень редко. Вот знаете, здесь отмечу, то есть он и в этот раз у него уже какие-то новые проблемы финансовые. Это тоже оплатить эту путевку, если сам анимаешь, он не собирается. Вот и вот, собственно, к чему мы и приходим. Он еще попросил не писать ему, потому что он поехал домой к маме, к родителям, у него много родственников. И, спросила я, он объяснил это тем, что не хочет допроса с их стороны, расскажет им все, когда придет время. На Новый год поедем вместе отдыхать, планирую отпуск, сказал он. Я решила посмотреть его друзей на сайте и поискать, что большая часть все-таки из них действительно живет в Грузии, и сам он учился в Грузии. Так где же он все-таки живет? В Тбилиси или в Стамбуле? Ой, короче, я поиграла в детектива и обнаружила, у него еще пару профилей есть из прошлого, в которых все время попадается какая-то девочка, как он объясняет, дочь его близкого друга. Решила после встречи все уточнить от него. Он пообещал через неделю сказать дату своего приезда. Я думала, что он скажет, что шенген не дали. И когда срок подошел, он меня просто заблокировал в переписке. И все. И на всех сайтах, где мы общались. А теперь я понимаю, что были-то несостыковки. Но в моей жизни не было людей, которые врали мне от слова совсем. Да и непонятно, зачем взрослому человеку так делать? Что это вообще такое было? Почему? Зачем? Можно ведь было оставить наши отношения в начальной стадии. Не развивать их и не планировать ничего. Просто приятно провели время и все. Я же живой человек. И почему исчез без объяснений? Прошу вас понять, что все это было. Я с трудом прихожу в себя. Организм сбросил у меня 8 килограмм за пару месяцев. Я занялась спортом, чтобы уравновесить свою нервную систему. Изучаю язык, чтобы отвлечься. Много общаюсь с друзьями. Но вопрос остался для меня открытым. После этого случая я нашла ваш канал. Много слушаю. Спасибо, что вы есть в доступном формате. Пожалуйста, подскажите, в какой день выходят ваши видео. И когда можно будет найти разбор моей истории? Смотрите, ну, сегодня. Что это было? Это было типичное турецкое балабойство. Вот так скажу. Вот про ребенка. Как я поняла, да, подозрение, что все-таки у него, наверное, ребенок есть. Неважно, где он работает. Только в отеле. Или там в магазине при отеле. В том плане, там, не знаю, лук он продает и все прочее. Да, вполне возможно. Я просто... Странно, что вот если у него какие-то точки на базаре и все прочее, как он от сезона зависит. Это не сезонная работа. Эти базары для турок, и они работают круглый год. Днем и днем, и ночью. И летом, и зимой, как бы. Тут какая-то уже несостыковка. Ну, вы не могли этого, этих нюансов знать, да? Это я тут живя, знаю эту систему. Такая, чего? Что тут не то, не чисто. Что-то он привирает. Что это было? Желание провести время, пообщаться. Да, он залез в душу. Да, он стандартно по схеме, как и всем, говорил то, что вы хотите услышать. Он играл в отношения, в какую-то любовь. Я вам, к сожалению, могу предположить, что ему было интересно или и заманило его то, что вы живете в Европе, скорее всего. Смотря какие здесь ситуации сейчас экономические в стране, очень многие уезжают. И я уже до этого видео говорила, девочки, живущие в Европе, в других каких-то странах, будьте осторожны. Они все про любовь, очень хотят переехать куда-то, за ваш счет вылезти, за ваш счет там где-то устроиться поудобнее, получить документы, а потом и, короче, вспоминай, как его звали. Стандартная вообще история. Да, проехался по ушам. Да, залез вам в душу. Да, неприятно, больно. Вы не могли это предугадать. И неважно, опытная была бы или в первый раз у меня такое что-то происходит. В это может попасть любой человек, который хочет любви, внимания и слышать то, что он говорил. Он увидел, что вы к этому расположены и дал вам то, что вы хотите. Я могу отметить такой момент, чтобы вы совсем не разочаровались. Это не про всех турок совсем. Это история про курортные районы. Это типично абсолютно для Анталии. Типично абсолютно для Мармориса, Бодрума, Кимера, Стамбул в том числе. Но здесь уже такой вариант. Они любят сидеть на всяких тиндере, в приложениях, на сайте знакомств. Тоже такие поверхностные. Вот это я все говорю по своим знакомым и подружкам, кто здесь в разводе. Или просто сами переезжали, кто ищет какие-то отношения или открыт к общению. Найти мужчину нормально в Анталии, в Стамбуле и даже в Измире – это трудно. Потому что они все здесь где-то поверхностные, бабники, не хотят вкладываться. Сами смотрите, что как бы выгода здесь, такая история есть. Но в других городах, более маленьких, провинциальных, попроще, менталитет другой. Мужчины не такие, назовем, испорченные. По-другому ведут более такой классический менталитет, как он изначально, скажем так, когда-то был. То есть вот этот туристический поток людей, он, конечно же, расхлябывает, и люди становятся вот такими. В Анталии это стопудово вообще любую сферу, если мы возьмем. Но если мы Стамбул берем, я вам сразу говорю, здесь есть нормальные, адекватные мужчины, но они не тусуются в свободное рабочее время по кафешкам, чтобы знакомиться с кем-то. Это вам так на заметку. Второе, они, ну вот все работники всяких магазинов, в центре туристические самые метки. Там, конечно же, вся вот такая же история, как в Анталии будет. И потому что вы супер-мега нравитесь, потому что вас легко подцепить. Потому что вы иностранка, вы можете легко пойти на какую-то близость, контакт, секс, короче, всякое такое прочее. Вы скоро уедете, вы здесь ненадолго, короче, приятное с полезным. В душу тоже могут залезать. То есть у них, понимаете, почему они в душу залезают, как и этот турок вам сделал. Они действительно живут этим. Они в это верят, они этого хотят искренне. Но они очень поверхностные. Они не про-серьезное и дальше развивать это не собираются. Если они, например, не мошенники, которые хотят с вас снять деньги, например, они могут дальше так петь, заливать и дальше эту всю историю продолжать. И если просто турок с вами знакомится для серьезных отношений, которые здесь есть, конечно же, такие мужчины, то он сильно по ушам не ездит. Он про свои намерения, про действия, он много не будет болтать, он будет больше делать. Он будет вас покорять, стараться финансово как-то подарки, производить впечатление, покупать, например, билеты вам, которые вы не по карману, даже брать кредиты и так далее. Он будет стараться покорять. Но врать сильно, языком чесать, он будет меньше. Потому что его идея не по ушам вам проехать, чтобы быстро от вас что-то получить, а потом трава не расти вообще, что там с вами будет, никаких отношений ему не нужны. Его задача расположить к себе, посильнее затянуть, вступить в серьезные отношения, жениться. А потом вы увидите, какой он есть на самом деле. Кредиты каким-то вскрыться могут, щедрость не такая, какие-то другие качества его личные не такие. И тому подобное. Поэтому я всегда говорю, девочки, вы общаясь с турком, встречаясь, не торопитесь никогда. Проводите время до вот этих рассказов серьезных про отношения, не бегите. Вот реально год, не полгода даже, год, это нормальное время все испытать и на расстоянии. Посмотреть, оплачивать, не оплачивать поездки, что общить с деньгами, что от вас хочет, что вам обещает, знакомить ли с родителем. Вообще все аспекты, и религию, и семью, и экономику, и что за человек вообще, его взгляды какие-то, что он себе позволяет, образ его жизни очень важен. То это все можно посмотреть. Так что автор письма. Это стандартная история, к сожалению. Будьте аккуратнее на курортах. Это такая среда, в которую вы попали. В душу залазил, у него это стандартно, он это говорит фактически всем. Возможно, там есть действительно ребенок, скорее всего. И про квартиры, все, что он там по ушам вам чесал, вполне возможно, что это не правда вообще. И у него единственная работа есть, это на базаре на этом работает. Вот это я бы поняла серьезно. Квартиры, может быть, и есть, но они, скорее всего, его родители или достались там от бабушек, дедушек, от родственников по наследству, скорее всего. Ну, короче, что-то мутная история. Изначально она была, но вы и не могли узнать, как бы, да, вот эти все секретики. Ну, так бывает. Но я не говорю о том, что никому нельзя доверять в Турции или другого турка нормального не встретить. На курорте — навряд ли, к сожалению. Конечно же, чтобы здесь познакомиться для серьезных отношений, это через знакомых, я повторюсь, всегда в какой-то обычной вот этой повседневной жизни это можно вообще легко. Сайты знакомств, отпуск — это тоже может быть такой выхлоп хороший, могут быть серьезные отношения, но это будет тяжело. Но можно, они говорят, что это невозможно, но поднапрячься, потратить нервишки, узнать хорошо человека можно. Что вы думаете по поводу этого письма? Напишите девушке свои варианты, почему вы думаете, он так поступил, почему он залез к ней в душу, все это говорил, давал такие обещания про ребенка, ну, прям то, что она действительно хотела услышать. Жду ваших комментариев под видео. В инфобоксе под видео моя есть почта. Если вам нужна история от анонима опубликовать, хотите для разбора такого видео, то теме письма «История от анонима» пишем. Если нужна индивидуальная консультация психологическая, тем письма «Консультация», я вам вышлю условия. Также есть ссылка, подписывайтесь на телеграм-канал самых свежих новостей о Турции. Скоро увидимся, всем пока. Продолжение следует...